На вакцинацию всем коллективам. Именно так поступают многие граждане, работающие на малых предприятиях города. Сотрудники частного центра дошкольного развития «Смайлик» проходят вакцинацию со стопроцентной явкой коллектива. Как отмечает руководитель дошколки Маргарита Семикина, все сотрудники ее коллектива совершенно сознательно и добровольно приняли решение вакцинироваться. Решение принялось достаточно быстро. Я пришла на работу, сказала, девочки, я иду. Девочки, все легкие, мы идем с тобой. Вговаривали, никого не пришлось. Все приняли решение. Коллектив детского центра полностью состоит из очаровательных девушек и женщин. Все они контактируют с детьми и поэтому понимают, как важно быть здоровыми самим и не допустить проникновения инфекции на территорию детского сада. Мы работаем с детьми, поэтому это безопасность детей, безопасность наш, как родителей. У нас так, как есть у всех дети. И своих, и наших из детского сада. То есть это, прежде всего, безопасность, забота о детях. Ну и чтобы всем быть здоровыми. А вот на мебельной фабрике «Кучина» штат сотрудников значительно больше, чем в «Смайлике». Поэтому здесь стоит говорить о процентном соотношении привитых работников предприятия. На сегодняшний день значение составляет примерно 50%. По словам гендиректора фабрики Ирика Гадзиева, его предприятию удастся преодолеть порог вакцинируемых за 60% и более, чтобы не допустить перевода рабочих на удаленку. Когда было объявлено, что у нас приедут сюда к поликлинике, в первый же день записало где-то 30 человек. Но когда на следующий день у нас сотрудники производства выяснили, что наряду, допустим, со всеми, сам я тоже списался, моя жена и мой отец, он тоже, он со мной работает, сразу записалось еще дополнительно 100 человек. Это как бы, я не знаю, авторитет, что ли, не знаю, то, что как бы сам гендиректор тоже будет вместе с сотрудниками вакцинироваться. Как часто бывает, наиболее безболезненно переносят прививку люди среднего и старшего возраста. Перенесла очень хорошо, да еще врач приехал, медсестра, который делал прививку, я даже не заметила, как она ее сделала, я, во-первых, думала, что это вот нажмут будет больно. Все прошло очень хорошо, вечером ждала температуру, ждала зноб какой-то, как у многих был, но у меня ничего не было. Мы созванивались, естественно, с коллегами, с которыми работаем вместе. Молодежь чуть-чуть перенесла, конечно, как-то у кого-то знобила, но у меня, фу, и первый день, и второй день, вот жду теперь вторую. Напомню, с 1 июля в нашей области вступает в силу изменения в указ губернатора о повышенной готовности, согласно которому предприятия обязаны перевести до 40% работников, не прошедших вакцинацию, на удаленный режим работы. Согласно информации Корпорации развития и предпринимательства Ульяновской области, малые предприятия региона показывают высокие результаты по темпам вакцинации у своих сотрудников. Антон Никонов и Юрий Ломатов, Улправда ТВ.